Валентина Николаевна, очень хотелось бы с вами обсудить такую тему. Часто встречается и в христианстве всякого рода суеверия и предубеждения. И в принципе мы с вами уже говорили о том, что понимание и трактовка слов. Ну вы как человек, знающий в этом области, филолог, переводчик, можете, наверное, такие истории рассказать. Ну вот в частности может быть такая распространённая история, связанная со знаком 666. Как к этому относиться? Да никак к этому относиться, забыть на мёртвые силы. Да, 666. Значит, эта цифра встречается в апокалипсисе, 666. Там, значит, говорится в 13 главе, до этого там зверь выходит из морской бездны, а затем вот как раз здесь второй зверь, он выходит как раз из подземелья, из бездны земли. Причём оба они, знаете, интересно, они чудотворцы. Да, это не надо думать, что если кто-то творит чудо, то это сразу, значит, от Бога. В Новом Завете очень много таких указаний, что лжепророки будут творить знаки, явят чудеса, вот, и собьют с пути. Понимаете, а у нас как-то мы привыкли, что если чудо, то сразу, значит, святой надо сразу падать, в ножки и так далее. То есть фокусы могут и другие. Да, и причём, значит, если первый, первый, он вообще-то был убит, но воскрес. Вот, здесь тоже он чудотворец, он сводит огонь с неба, творит всякие знамения, он уже сделал изображение первого зверя, который двигается, говорит. И он принуждает всех, малых, великих, богатых, бедных, свободных рабов, поставить клеймо на правую руку или на лоб, и требует, чтобы никто не имел права ни покупать, ни продавать, если нет на нём клейма имени зверя или числа его имени. Здесь интересно то, что зверь на самом деле ничего не может сделать сам. Вот эти звери, представители сатаны, они как бы имитируют то, что делает Христос, потому что до этого у нас в первых числах, в первых, простите, главах апокалипсиса было сказано, что было велено ангелу поставить на лоб верных особый знак, знак ненадлежности Христу. И здесь они тоже как бы делают знак. Ну, зеркально, да? Да, здесь зеркально. Это такая, в общем, недаром кто-то из библистов даже назвал, что сатана – это обезьяна Христа. То есть как обезьяна может делать какие-то знаки, подражать человеку, но сама на самом деле не может сотворить ничего стопроцентно как бы оригинального, а может только подражать, так и сатана может изображать, подражать Христу. Так и здесь, значит, ставят знаки, ну, назовем клеймо. А скажите, вот я, поясните, а подражание Христу, вот христиан иногда призывают, это совсем другое подражание. Это, конечно, совсем другое подражание Христу, это следовать за Христом, делать то, что он делает, возвещать его весть, быть готовым идти его путем вплоть до самой смерти, это быть готовым нести его крест. А не обезьяничать будем? Нет, 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 обезьяничать это, понимаете, а вот это обезьяничание, это обезьяничание, вот то, что делает сатана, вот он творит чудеса, он сводит огонь с неба, посмотрите, он делает то, что в принципе человеку не нужно, потому что, когда противники Иисуса требуют от него доказательств, того, что он пришел от Бога, и требуют какой-нибудь знак явить, Иисус отказывается, потому что это такие знаки доказательства, это отсутствие веры на самом деле, когда, значит, нужно доказать, и Иисус никогда не делает того, что, в общем-то, не нужно. Он исцеляет людей, да, потому что люди страдают, и он их исцеляет, но просто, например, явить какой-то знак на небе, значит, огонь извести, еще что-то, это на самом деле ровным счетом ничего не значит, поэтому он отказывается это делать. Вот, здесь то же самое, значит, делать статуи, которые движутся, ну и что? Вот, сводит огонь с неба, ну и что? Ну, мы, наконец-то, все-таки дойдем, давайте, до этой самой знаменитой цифры. 666. Да, 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 значит, и он, наконец, значит, он не может ни продавать, ни покупать, если нет на нем клейма, имени зверя или числа его имени. Обратите внимание, покупать и продавать, то есть явно заниматься какой-то деятельностью хозяйственной. вероятно, это означает, что на подобии сертификата, который должен выдать, ну, скажем, там, император, и этот сертификат позволяет человеку там быть на рынке... Лицензию какую-то, да? Лицензию, да, да, я сказала сертификат, но лицензия-то, наверное, еще лучше. Значит, только если у него будет эта лицензия, тогда он имеет право торговать, торговать, значит, что-то покупать. Итак, значит, число имя зверя или число его имени. Здесь нужна мудрость. Человек сообразительный, пусть вычислит число зверя. Это число человека, а число его 666. Итак, что же такое число? В древности было очень распространено такое явление, которое называется гематрия. Вы знаете, что в древних языках не было особых знаков для цифр, а вместо них люди употребляли буквы. Ну, например, А это единица, Б это двойка и так далее, и тому подобное. Когда там подальше, там еще добавлялся какой-нибудь значочек, чтобы сказать, что это сотни, или так далее. И это, собственно, и в церковнославянском. Тот, кто читает на церковнославянском виде, что там книги названы, например, первые книги Ездры, там вторая А, Ездра А, Таби, Ездра Б, или в Новом Завете, значит, Иоанн, Иоанна А, Иоанна Б. Собственно, это сохранилось в латинском. Ведь на самом деле мы довольно часто люди употребляют латинские буквы в значении чисел. Это единица, это двойка, это тройка. Если мы возьмем букву В, латинскую поставим, единицу перед у нас получится 4, а если мы поставим след, то у нас получится 6. идёт кентум 100, ц, м, мили, тысячи. То есть мы до сих пор употребляем, ну, немногие, но, например, учёные обычно употребляют несколько толстых книг, это в предисловии идёт нумерация римскими буквами, а дальше уже какими? Арабскими. То есть мы взяли арабские буквы и стали использовать их как цифры. Так вот, гематрия. Значит, если буква означает число, то можно любое имя, любой предмет, любое явление, что называется, перевести в цифры. Значит, это будет гематрия. Например, интересно, что во время раскопок, во время раскопок в Помпеях сохранилась надпись «Я люблю девушку, имя которой 545». Понятно, да? То есть любое имя можно, значит, мы могли бы, если бы у нас было время для развлечения, мы могли бы с вами посчитать имя ваше, мое и так далее. Но самое интересное, если можно любое имя, личное имя, географическое, любой предмет, любое явление перевести в цифры, то назад это почти невозможно. То есть надо знать, кто имеется в виду. А вот так, например, 545. Вот мы никак не можем решить, как звали эту девушку. Но молодой человек, конечно, знает. Он ее имя преобразовал в цифры. Но мы-то не знаем, как ее зовут, поэтому мы можем гадать, мы можем там подставлять, но это невозможно. То же самое, значит, число 665, число зверя. Причем, значит, сказано, что число это человеческое. Имеется в виду число, под этим числом имеется в виду человек, а не некое сверхъестественное существо. Но самое смешное, что люди стали бояться самого числа. Не той какой-то бесовской силы, бесовского существа, вот этого зверя, который вышел из бездны земли. А мы стали бояться самой цифры. Ведь это же смешно, но в Москве отменили маршрут автобуса 666. Вы это не знали? Нет. Я думаю, не знали. Знаете, когда у меня есть подруга, которая живет там, где был этот маршрут, она мне подтвердила, что это точно. Самое смешное, что в некоторых рукописях число чуть другое, 616. Время от времени у меня было такое, появляло желание написать в Моссовет, сообщить им, что, вы знаете, у вас еще один автобус ходит, там еще даже какое-то было другое имя, но лень. Понимаете, я человек ленивый, мне не хочется писать, тратить свое время, писать в Моссовет, сообщать им, что они пропустили что-то. Я знаю, что где-то 13 этажи отменяют. А 13 этажей, это много, это много, это на Западе много, там даже может дом быть без 13-ти. Причем абсолютно никто не понимает, в чем дело. И мы никто не понимаем. Никаких объяснений разумных нет. Почему? Люди боятся числа, нет 13-го номера квартиры, предположим. Лично я очень люблю 13-го. Мне кажется, что мне 13-го числа всегда как-то везет. Ну вот за это вы отменяют, что как-то это связывают с какими-то там событиями. обстоятельствами негативными. Это самое смешное. Я не говорю, что мне там правда везет. Но просто я не реагирую на число 13. Так вот, конечно, было безумное количество попыток все-таки вычислить это число, значит, понять, кто же скрывается под этим числом. Самое интересное, что это такие попытки появились сравнительно недавно, потому что в древности особенно этим не интересовались. Та община, для которой писал Иоанн, она, несомненно, знала, кого он имеет в виду. Поэтому им не надо было объяснять. Они и так знали, кого Иоанн имеет в виду. Он, вероятно, лидер этой общины в Малой Азии. потом Ириней Леонский. Он выдвинул, кстати, сразу два варианта, причем оба, я бы не сказала, что очень убедительные. Он предположил, что под числом 666 слово латейно, с латининием, то есть Рим. Натинянием. Да. тиранус, тиран тоже, в общем, тиран тоже, значит, Рим. Ну и, собственно говоря, после этого как-то все успокоились, и никто больше не пытался узнать, что же скрывается под этим числом. Я бы сказала, что интерес вспыхнул где-то в 19 веке, как ни странно. Вдруг всем стало очень интересно. В 1831 году один ученый предположил, вычислил, что это имя Нерон, вот тот самый Нерон. Но обратите внимание, исторический персонаж древний, а не некий современный или человек будущего, да? Да. Вот. Он вычислил, значит, что это Нерон, причем, как он сделал? Значит, он имя латинское Нерон написал так, как оно выглядит, по-гречески, там есть некоторая разница, да еще это он написал еврейскими буквами. В общем, если вы захотите вычислить 666, вы сначала для себя решите кто и потом путем разных манипуляций вы все равно подведете, подобьете под это. Сами понимаете, что когда началась реформация, то естественно лютеране и протестанты видели в этом папу, так же, как и шлюха, которая сидит там на красном звере, понятно, католики естественно видели Мартина Лютера, при желании можно кого угодно. У нас есть очень интересная вещь в войне и мире. Толстой описывает, как Пьер Безохов пытается вычислить это число. И тоже он путем разных манипуляций он то подставлял, то убирал, то писал имя Наполеона французский, то писал его по-итальянски, то добавлял, что он император, в конце концов, он сумел добиться, чтобы это получился. Подогнал, да? Чтобы это получился, да. Мои знакомые рассказывали, что они в молодости, будучи очень горячими такими христианами, он тоже безумно то интересовало. Они тоже вычисляли, вычисляли, у них получился Сталин. Другие там вычисляли, вычисляли, у них получился Ленин. В общем, при желании можно рассчитать всё, что угодно. Гитлера можно А, да, Гитлер, конечно, был, Гитлер, естественно, Гитлер, естественно, конечно. Вообще, можно, я сказала, что можно кого угодно. Вот, абсолютно любого. Вот, например, Баркли, Уильям Баркли, пишет следующее. Ввиду того, что это имя зверя, его искажали как угодно, чтобы подогнать под своего заклятого врага. И поэтому 666 означало и папу римского, Наполеона, вождя немецкого протестантизма Мартина Лютера, основателя шотландской пресвитерианской церкви Джона Нокса и многих других. Так, во время Второй мировой войны умудрились создать систему, по которой выходило 666 Гитлер. Так что, при желании можно все что угодно. А есть и другой, был и другой способ увидеть здесь не лицо, а как-то по-другому. Вот, например, говорили, что число 7 это число священное. Значит, число Бога 777 трижды 7. Трежды тоже очень важное число, а если значит 777 это очень важное. Это значит полнота, святость как бы святость в кубе, скажем так, условно. А если поставить рядом 666, то мы увидим, что всюду не дотягивает до семерки. Поэтому это число сатаны. Было еще значит число Иисуса 888 а святость значит 777 и так значит 666 доказывает, что человеческий ум не способен познать Бога. Вообще человек чрезвычайно интересен в этом отношении. Самое смешное я говорю, что люди начинают бояться самого числа. То есть это проявление такого скрытого магизма в человеке. Мне рассказывали, что те бедняги, которых был номер на машине, которым было 666, машину били, стекла били. просто какой-то тихий ужас, что на самом деле не может быть верно. Вот в общем, хотя существует очень много попыток расшифровки, значит, я уже говорила, что большая часть этих расшифровок принадлежит более-менее современности. А в течение веков людей мало интересовало. И вообще, если бы нам нужно было знать точно, что за личность скрывается, если бы от этого зависело наше спасение, то, несомненно, Священное Писание обязательно нам бы в этом помогло. И так страшна не сама цифра, а демоническая личность, которая стоит за ним. Если мы не можем вычислить ее, это означает, что пора бросить этим заниматься. И здесь я зачитаю две по-моему очень хорошие цитаты. Одна цитата принадлежит современному, очень симпатичному человеку. Это про Теерея Александра Сорокина, священник, который служит в Петербурге. А другая цитата это Рахимандрит Януар Ивлев. К сожалению, он умер. Человек совершенно замечательный. Я просто страшно рада, что мне повезло в жизни. Я все-таки с ним знакома, хотя жалко, что недостаточно знакома, потому что он умер. Все-таки могу пожить больше, скажем так. Итак, что же пишет Александр Сорокин, отец Александр Сорокин? Символику звериного числа следует понимать, как общее указание на богоборческую суд любой тоталитарной, прежде всего государственной власти, посягающей на религиозную свободу церкви. В таком зверином качестве тоталитаризм проявляет себя, конечно, прежде всего в открытых религиозных преследованиях тех, кто отказывается отрекаться от истинной веры и исповедовать государственную идеологию как свою религию. Апокалиптическое число зверей один из многих примеров, показывающих, что все апокалиптические образы откровения ни в коем случае нельзя понимать, как зашифрованы указания на конкретные события или личности, относящиеся к другим современным историческим эпохам. По-моему, очень хорошая цитата. А вот сейчас я зачитаю, что говорил Архамандрит Иенуарий. У него был курс лекций по апокалипсу. А вот чтобы зафиксировать, а не по этой причине многие отказываются от юридической регистрации нерегистрированные баптисты, нерегистрированные пятидесятники, что это является некой печатью от того, кто может преследовать или преследовал братья права. Это, конечно, сидит в человеке магический страх. Он не Бога боится, а боится цифры, боится каких-нибудь черточек и так далее. Это просто означает, что человек что-то не понимает главного, сути христианства. Он действительно начинает видеть в этом, начинает клоняться или, наоборот, отвергать государственную власть. На дело в том, что хорошо, отвергайте государственную власть, но не отвергайте Христа. А здесь под государственной властью понимают какие-то цифры. ИНН, например. Или так далее. Это условно суеверие, но только... Да, это суеверие. Что это может каким-то образом твоей вере помешать. верим помешать еще набор каких-то черточек, набор каких-то рисуночков, набор каких-то букв, то, извините, как говорил один замечательный архимандрит, если ваша вера, если вы боитесь, что ваша вера рухнет из-за этого, то она должна рухнуть, потому что это не настоящая вера. Это та самая вера, как дом, который построен не на фундаменте, не с камня, а на песке. Если действительно там слово не так поставить, и уже вера рухнет, то тогда эта вера слишком слабая, слишком ничтожная, и в общем-то от нее надо, как бы, что называется, избавиться. Вот, значит, я хотел еще зачитать цитату из Януаря. Он в 2003 году прочитал целый курс лекций по радио в Петербурге. Радио называлось «Град Петров». Как я завидую в те времена, может, было по радио. Читать лекции. Да, лекции. У него были лекции самые разные, и мне многие писали, что их привел к вере, именно, привели к вере, или, по крайней мере, если не привели к вере, может, это слишком звучно, по крайней мере, помогли понять, избавиться от каких-то благоглупостей, лекции отца Януаря. А здесь он читал курс лекций по апокалипсису. И вот тоже я прочитаю большую цитату. Было бы большой ошибкой видеть во всех этих образах откровения, имеется в виду там и кони с хвостами, с змеинами, и саранча бронированная и так далее, этому подобное. Было бы большой ошибкой видеть во всех этих образах откровения вневременные символы. Они взяты из исторического контекста, и они сообразны историческому контексту апокалипсиса, как конкретного послания к конкретным семи церквам Азии. То есть это все эти образы и символы надо понять в специфической ситуации первых читателей книги, в их социальной, политической, культурной, религиозной ситуации. Только так, поняв эту книгу для того времени, мы можем использовать ее смысл и значение для нашего времени. Но нам следует избегать и противоположные ошибки, считать их буквальными описаниями реального мира и предсказаниями неких событий в этом реальном мире. Они не просто система кодов, которые следует раскодировать, чтобы увидеть в них образы реальных людей и событий. Они должны быть прочитаны ради их богословского значения и ради их способности вызывать экзистенциальную, то есть жизненную реакцию и ответ. По-моему, и отец Александр Сорокин, и отец Энварий Ивлев сказали очень красиво, и не просто красиво с литературной и художественной точки зрения, но точно и ярко именно это. И так надо просто забыть навсегда. Вот про 666. Забыть. Надо помнить о Христе и не думать об этом звере, о неком таинственном числе, который стоит на звере, и понять, что само число, само по себе ничего не значит. литературной 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 Продолжение следует...